Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена командировкам, оформлению командировок. И мы будем с вами рассматривать этот вопрос на конфигурации 1С ЗУП, то есть зарплата и управление персоналом. А вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине, например, время оказалось неудобным или вы не смогли досмотреть до конца, то мы выкладываем записи наших вебинаров на сайте и вы можете немного позже вернуться. И удобно для вас время на диване и в тапочках посмотреть седапись вебинара и, может быть, какие-то другие материалы. Сразу хочу попросить вас об обратной связи, то есть мы будем благодарны, если вы будете присылать ваши вопросы, которые возникают по ходу, так сказать, вебинара. Может быть, какие-то конкретные вопросы вас беспокоят по вашей ситуации, по вашему учету. То, что сможем ответить в рамках вебинара, я постараюсь ответить. Ну и, естественно, если вы будете присылать ответы, например, по почте, то в этом случае у нас будет больше времени для ответа, и мы сможем уже более предметно, касательно вашей ситуации, вам ответить. Так что милости просим к взаимной обратной связи и будем благодарны именно за интерес к нашим услугам. Мы занимаемся внедрением программы ДНС уже достаточно давно, у нас богатый опыт, и мы надеемся, что можем оказаться вам полезными. Каким образом будет построена наша сегодняшняя встреча? Мы будем, так сказать, нормативные материалы смотреть на слайдиках, и я буду параллельно переключаться на демо-базу таким образом, и мы будем на демо-базе смотреть те моменты, которые обсудили с вами, так сказать, в тестовом режиме на основании слайда. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева, и, соответственно, вы увидите мои контакты, и если вам требуется что-то более подробное обсудить, присылайте, какие темы вам интересны, что бы вы хотели услышать, я буду вам очень благодарна. Итак, сегодняшняя наша встреча посвящена командировкам, и здесь мы немножко начнем с теоретической, так сказать, базовой, восстановим немножко в памяти, то есть, что считается командировкой, официальное определение, поправки, которые внесены в Трудовой кодекс, справочники, настройки справочников, которые необходимо выполнить в зуб, и, соответственно, немножко затронем административные мероприятия, то есть местные локальные нормативные акты, которые обязательно затронем, и поговорим, естественно, и про оформление командировочных, и про дополнительные сервисы. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, и я хотела бы сразу начать с того, что обратить ваше внимание на актуальность релиза. Несмотря на то, что обновления в первую очередь выпускаются для конфигурации зуб, именно зарплаты управления персоналом, поскольку у нас сейчас очень много изменений коснулось и подоходного налога, то есть НДФЛ, и, собственно, и вносов, и изменялись у нас лимиты, выплаты и так далее, то есть изменений было много, хотя само по себе как бы программа зуб более-менее консервативная. Консервативная – это достаточно условное определение по сравнению с ERP, например, или с двухучетом. Тем не менее, при обновлении нам нужно следить за актуальностью релиза, и плюс это страховка, так сказать, стелить соломки, потому что в конфигурации при обновлении не только появляются новые, допустим, регламентированные формы учета и отчетности, но и исправляются какие-то ошибки, которые появились при эксплуатации в предыдущих релизах. Посмотреть мы с вами можем текущую, какая у вас конфигурация установлена, вот по этой пиктограммке раздел «Сервис и настройки». Переходим в раздел «Информационные», то есть «Сведения о программе», и вот такая вот у нас картинка появляется, то есть здесь у нас «Сведения о платформе», и здесь у нас «Сведения о данной конкретной текущей конфигурации», на которой мы с вами будем работать. Мы с вами будем работать не на самом последнем релизе, но тем не менее, этот релиз содержит все необходимые регламентные отчеты, и, в общем-то, на нем достаточно удобно показывать, потому что он уже обработанный, обкатанный и так далее. Ну, то есть посмотреть сведения о релизе мы можем с вами таким образом, и если мы начинаем работать, например, при составлении отчетности, при подаче каких-то официальных отчетных форм, то, естественно, начинать надо с этого. Ну, поскольку мы с вами сегодня говорим про командировки, то это далеко не новая тема. Командировки нашли отражение в конфигурации очень давно, и, собственно говоря, здесь нет никакого откровения в том, что это уже тема знакомая и обкатанная. Но на всякий случай, если вдруг до этого вам не приходилось сталкиваться, то как и работа со всеми другими начислениями у нас практически, что в ZOOP, что в ERP, что в других конфигурациях, начало работы с каким-то подразделом начинается с меню настройки или НСИИ и администрирования. Ну, вот в нашей ситуации мы начинаем с настроек и проверим меню настройки. И, как вы видите, у нас здесь есть расчет зарплаты и кадровый учет. Ну, естественно, при расчете, при работе с заработной платой, то есть начислениями, удержаниями, мы выставляем чекбоксы, то есть здесь у нас отметки, вы видите, красивые зеленые птички, это наши чекбоксы. И, соответственно, мы должны проверить, какая информация, какие функциональные опции у нас здесь активированы. При работе с блоком настройки самая основная и самая сложная задача, которая перед нами стоит, это внимательно читать вот такие вот комментарии. То есть, что мы отмечаем и нужно ли нам это вообще. Большинство отметок, которые мы делаем, это активация, они вызывают активацию функциональных опций и в нужных разделах, например, кадры, зарплаты и так далее, у нас появляется отдельный блок аналитики и блок документов, которые при этом заполняются. Но интересно нам сейчас, вот у нас есть уже конфигурация, то есть установленная, мы в ней работаем и, соответственно, не с нуля настраиваем. Я на этом делаю акцент, потому что, если эта настройка идет с нуля, только установили, например, конфигурацию, то есть здесь очень много информации, которую требуется заполнять. Особенности ZOOP, то есть особенности этой конфигурации в том, что первоначальное заполнение, первоначальная настройка справочников и активация функциональных опций очень трудоемкий процесс. Но если мы его качественно и полно провели, то есть заполнили всю необходимую информацию, то после этого работа с блок, работа с конфигурацией комфортная, удобная, фактически сводится к тому, чтобы своевременно внести нужный документ, то есть, например, больничный лист, отпуск, командировка, ну, то есть отклонение от нормальных условий труда и отдыха, и после этого нажать кнопочку «Рассчитать начисление», то есть достаточно быстро, комфортно и нетрудоемко. Ну, до этого момента еще надо дожить. Значит, если мы с вами говорим про настройки, которые касаются командировок, значит, здесь мы с вами находились в меню настройки, мы перешли в расчет заработной платы, и здесь есть вот такая гиперссылка, то есть ссылочка, отмеченная подчеркиванием и выделение синим текстом. Это состав начислений и удержаний. Если мы переходим по этому, по этой ссылке, у нас открывается вот такой интерфейс, и, соответственно, здесь мы тоже внимательно читаем и отмечаем те моменты, которые на нашем предприятии будут использоваться. Но хочу сразу обратить ваше внимание, это немножко отклоняемся мы от темы нашей сегодняшней встречи. У нас сегодня мы говорим о командировках, но, тем не менее, хочу акцентировать ваше внимание на почасовой оплате труда и на то, чтобы вы обратили внимание на отметочки ночные и вечерние часы и сверхурочная работа, потому что в этом году у нас были изменения, которые касались именно оплаты сверхурочной работы и работы в выходные дни, и поэтому нам эти отметочки будут необходимы. Ну, естественно, лучше их заранее проставить, чтобы потом лихорадочно не вспоминать, а где же, а что же, а как же, а что теперь сделать. И, собственно говоря, если мы говорим про командировки, то мы просматриваем все начисления, проставляем, где чего не хватает, учет отсутствия. Вот здесь мы смотрим на стройку командировки. И обратите внимание вот на этот флажок, в том числе внутрисменные. Вот здесь это достаточно такой, ну, скажем, двухсмысленный пункт, потому что достаточно много арбитражной практики на тему, что считать внутрисменными командировками, можно или нет такие поручения приравнять к командировкам и так далее. То есть вот этот момент требует особой внимательности. Если вы, конечно, уверены, что да, то в этом случае ставим здесь чекбокс. Как вы видите, достаточно большой раздел справочной информации этому посвящен. И установить, значит, флажок это одно, то есть мы активировали возможность учета командировок в данной конфигурации. И, собственно говоря, если мы используем какие-то дополнительные, дополнительные оплаты, то есть если в нашем положении об оплате труда и о премировании предусмотрена дополнительная оплата, то, естественно, мы здесь ставим флажок. Еще обратите внимание вот на эту настройку, то есть рассчитывать переходящий период командировки с авансом или с заработной платой. То есть поскольку мы сейчас, у нас изменился достаточно сильно НДФЛ и отчетность по НДФЛу, поскольку мы два раза в месяц отправляем уведомления для удержания НДФЛ, то вот здесь этот флажок нужно к нему тоже отнестись с вниманием. То есть в конфигурации предусмотрена возможность выплаты либо с авансом, либо с заработной платой. И, соответственно, если мы проставим этот флажок, то у нас будут командировки, будет возможность командировки рассчитывать либо с авансом, либо с заработной платой, с основной заработной платой, ну, либо в межрасчетный период. То есть у нас в настоящий момент как таковое понятие аванс перестало, в общем-то, применяться. То есть идет выплата заработной платы за первую половину месяца и за вторую половину месяца. Ну, естественно, просмотреть надо и остальные поля. То есть будем ли мы использовать оформление простоев и прогулов? Ну, прогулы лучше всегда оставить, потому что никто не знает, как жизнь вернется и будет ли у нас возможность зафиксировать прогул и работать с ним так, как положено. Ну и, естественно, флажок, если мы используем отгулы, то есть не повышенная оплата труда, а предоставление дополнительного времени отдыха, то, естественно, мы тоже ставим здесь отметочку. Вот после того, как мы настроили данные настройки, ну, материальную помощь посмотрели, прочие начисления не забыли. Здесь, значит, обязательно то, что касается тоже командировок, работа в праздничные или выходные дни, потому что если человек находится в командировке и выполняет какие-то рабочие обязанности, то у него может сложиться такая ситуация, что в праздничный день он выполняет какую-то работу. И тогда в этом случае мы должны учитывать этот день в качестве работы в праздничные или выходные дни. Ну, то есть вы видите, какие здесь идут отметочки, какая у нас предусмотрена доплата. И, собственно говоря, будем считать, что мы все внимательно прочли, все отметили, что нам может пригодиться, так сказать, уже в производственном процессе. И можно нам смело отсюда уходить, то есть настройки справочников, активация функциональных опций нами выполнена. И мы с чистой совестью уходим из этого раздела. Да, я сохраню данные, чтобы мы потом могли посмотреть на них уже, какие конкретные действия были выполнены. Значит, я сейчас переключаюсь на наши слайдики и немножко восстановим, так сказать, в памяти нормативную информацию. Ну, это, собственно, что мы можем считать командировкой, поскольку, как я уже говорила, это достаточно такой вопрос, который возникает регулярно при, например, краткосрочных командировках. Можно или нет считать командировку краткосрочной, если дается поручение на один день. То есть если сотрудник на один день отлучается с рабочего места, можно или нет считать это командировкой. Ну и другие частные случаи. То есть у нас официальное определение командировки, которое дано в Трудовом кодексе, это поездка вне места постоянной работы для выполнения поручений работодателя. Естественно, когда мы работаем с командировками, мы выплачиваем суточные средства на проезд компенсируем и есть дополнительные издержки, которые мы обязаны компенсировать сотруднику и, естественно, сохранить за ним рабочее место. То есть дополнительные это могут быть услуги, мобильные связи, например, услуги по копированию каких-то документов. Ну, то есть то, что необходимо выполнить для того, чтобы поручение, которое дали, ему можно было считать успешно выполненным. При командировках, это немножко теоретическая основа, мы должны, естественно, оформить командировочные расходы и при этом выделяются два основных этапа. То есть мы выделяем сотруднику авансовые платежи, то есть выдаем под отчет денежку для командировочных расходов и потом должны потребовать предоставления авансового отчета о суммах, которые человек потратил в этой поездке. И вот здесь мы с вами натыкаемся на то, что у нас должен быть обязательно местный локальный акт, который содержит положение о командировках. Ну, чаще всего это положение о поплате труда и о примировании. И, соответственно, могут быть дополнительные какие-то материалы. То есть это могут быть дополнительные какие-то нормативные акты, которые касаются командировок. Ну, например, задание по командировкам регулируется, что оно должно быть в определенной форме, в определенном, скажем так, содержании. Ну, то есть это уже конкретно касается вашего юрлица, вашей системы, вашего предприятия, ну и, естественно, конфигурации, в которой мы работаем. Значит, здесь могут быть прописаны особенности по оплате билетов, то есть что компенсируется, что не компенсируется. Оплата за проживание, то есть, например, если установлены какие-то ограничения по оплате, например, гостиниц, люксовые номера или не люксовые номера. Ну и, естественно, установлены нормы суточно, когда мы устанавливаем размер суточных, но при этом мы должны помнить, что в этом году у нас суточные... коснулись изменения суточных при вахтовой работе и при разъездном характере работы, то есть не командировок, но ужесточили, так сказать, требования к суммам, которые компенсируются в этом случае. Еще немножко теоретической информации. Это, собственно говоря, лимиты. Лимиты для суточных. То есть, как вы знаете, это 700 рублей в сутки, если это российская территория, и 2500 рублей, если у нас сотрудник направляется в заграничную командировку. То есть, вот здесь вот надо сразу остановиться на определениях, потому что лимит, на самом деле, мы можем и большую сумму прописать в локальном акте, например, в положении об оплате труда и примирования. Мы можем написать, что суточные составляют и 2000, и 5000, и 10 тысяч. То есть, размер суточных не лимитирован, но не облагаются подоходным налогом суммы в размере 700 рублей в сутки или 2500 для заграничных командировок. То есть, я могу выплатить и 10 тысяч рублей, но в этом случае я, допустим, по заграничной командировке 2500 не облагаю налогами и НДФЛ, а остальная сумма у меня пойдет уже под налогообложение, и, соответственно, я не должна про это забывать. Собственно говоря, про суточные можно сказать немножко уточнение. То есть, как я уже говорила, если у нас работа происходит в выходные или в нерабочие праздничные дни или какие-то мы какое-то время провели в пути в выходные дни, то эти ситуации, естественно, оплачиваются, но за суточные у нас сотрудник не должен отчитываться. То есть, они начисляются вне зависимости от того, на что он их потратил. Бывают ситуации, когда при оформлении суточных, например, предприятия требуют с человека, чтобы он предоставил отчетные документы. Ну, например, что он покушал в аэропорту или еще какие-то расходы произвел. Вот это не совсем законное требование, и в этом случае возникают конфликты, когда человек за суточные не предоставил отчетных документов. То есть, требовать отчетные документы за суточные мы не имеем права. Что у нас по командировкам за границей? То есть, ну, во-первых, как мы с вами знаем, у нас сейчас сплошные санкции, поэтому командировка за рубеж – это достаточно, скажем так, опасное мероприятие. И, естественно, необходимо соблюдать все требования, которые предъявляются и к документам, и особенно к работе с валютами. И здесь вот немножечко я хочу напомнить, чем у нас отличаются командировки за границу и командировки внутри Российской Федерации. То есть, у нас при командировке за границу включаются такие расходы, как оформление визы или разрешение, например, дозвола, там, как раньше оформлялось в Польше, консульские сборы. Например, необходимо уплатить сбор за пересечение границы. Ну, то есть, все разрешительные документы, которые требуются для пересечения границы, для оформления заграничного паспорта, и консульские сборы сюда входят. То есть, эти затраты мы компенсируем. Суточные у нас при командировках за границу равны 2500 рублей. Естественно, нормы суточных у нас есть установлены. Установлены еще дополнительно, как бы, перечень. Кроме 2500 рублей, если какие-то особенности, то в этом случае суточные берутся по нормативам. Если у нас поездка за границу, то расчет суточных определяется по проездным документам, и сотрудник должен в обязательном порядке предоставить копию паспорта с отметками таможни о пересечении границы. То есть, отметка штамп таможни о пересечении границы подтверждает срок нахождения в командировке. Естественно, если прикладываются какие-то первичные документы, ну, например, чеки, гостиницы, документы о парковке, документы, которые подтвердают, что человек, например, останавливался в гостинице, в кемпинге, там еще где-то. Такие документы должны быть переведены на русский язык. Это требование у нас относительно перевода датировано достаточно древним документом. То есть, официальная ссылка, что это регулирует документ приказ Минфина от 98-го года. Но на самом деле здесь можно достаточно много привести нормативных документов, которые повторяют такое требование. То есть, требуется перевод документов на русский язык. И, значит, это требование касается того, что в каком виде этот перевод должен быть предоставлен. Если мы выдавали сотруднику, например, рубли, а он приобретал валюту, то в этом случае у него должны быть документы о том, что он производил обмен валюты и по какому курсу. Потому что, если такого документа не будет, то в этом случае берется курс Центробанка, который, естественно, ниже, чем в обменных пунктах. Ну и в этом случае разница будет уже за счет самого сотрудника. Если, вот здесь есть тонкость. Если, например, мы выдали работнику рубли, он купил иностранную валюту, произвел какие-то расходы в иностранной валюте, но отсчитывается нам, авансовый отчет предоставляет в рублях, то в этом случае, если приобретение валюты он выполнял самостоятельно, то выполнять его уже нам не требуется. То есть мы выплатили ему рубли, и он отсчитывается о том, как он их потратил. Еще одна тонкость касается отражения командировочных расходов в бухгалтерском учете. То есть вот вы видите на экране у меня ссылочка, какие проводки при этом используются. То есть по действующему законодательству работник должен предоставить вам авансовый отчет о поездке, и, соответственно, это может быть отчет по командировочному заданию, может быть просто авансовый отчет, к которому прилагаются проездные документы, документы, подтверждающие там, например, произведенные расходы, расходы проживания и так далее, то в этом случае он в течение трех дней по возвращении с командировки обязан вам отчитаться. И, соответственно, проводки, которые делаются в бухгалтерском учете, вы видите сейчас на экране, и мы настраиваем эти проводки в первоначальных сведениях, то есть способы отражения в бухгалтерском учете. И, в общем-то, в конце месяца, когда мы, ну, не в конце месяца, либо в первой половине месяца, когда мы производим оплату за первую половину месяца, либо когда за вторую половину месяца, мы начисляем уже подоходный налог, если особенно у нас суточные отличаются от действующего лимита, и, соответственно, удерживаем подоходный налог нашего сотрудника. Еще немножко теоретической информации мы поговорим, потом снова переключимся на нашу демо-базу. То есть у нас в конфигурации ZOOP, начиная с релиза 1.3.25.36, как я уже говорила, появилась возможность рассчитывать командировочные расходы вместе с авансом или зарплатой. Но в настоящее время, как мы уже с вами сказали, это оплата за первую половину месяца и за вторую половину месяца. Потому что мы с вами уже тоже сначала посмотрели, у нас релиз сильно более поздний от указанного. И на этом слайдике вы видите, в общем-то, напоминание о том, как мы вид начисления корректировали. То есть это меню настройки, комментировка. А значит, и сейчас вот мы с вами туда снова вернемся и посмотрим, что же имелось в виду вот при словах об установлении флажка. Меню настройка, начисления и удержания, комментировки. И, соответственно, эти вот настройки мы с вами уже создавали. А теперь мы перейдем в раздел заработная плата. То есть уже не настройки. Настройки мы уже посмотрели. А конкретно работа с документами. Как вы видите, у нас здесь есть работа с командировками. То есть конкретный документ, командировка. И когда мы создаем командировку, вот здесь вот настройки, про которые я только что говорила. Ну, я напомню, что каким образом оформляется командировка, особенно за границу. Первое, с чего начинается, это мы должны составить приказ о направлении в командировку, который работник должен получить и письменно расписаться. То есть, что он ознакомлен с тем, что он направляется в командировку, в заграничную командировку конкретно. И уже на основании этого приказа он должен получить командировочное задание. Если мы создаем командировку, то есть через меню заработная плата мы создаем документ командировка. И при создании этого документа у нас возникают вот такие моменты. Я запомнила, какой сотрудник у меня едет, запомнила организацию, с которой он едет, и теперь создаю новую запись, в которой фиксирую. Во-первых, время наслаждения в командировке. Выберу я сейчас, например, допустим, с 3 сентября он у меня поедет, по, допустим, 6 сентября он у меня поедет. Выберу сейчас другого сотрудника, потому что у меня на Божрово уже оформлена командировка, и сейчас просто программа будет ругаться. Так, и, естественно, выбираю организацию. Я вот хочу такую, то есть она у меня поедет по головной организации. Я составляю сегодняшним числом «Показать всех». Даже, наверное, сделаем вот так, выберем «Выбрать». Вот, выбрала сотрудника и задала период, когда он у меня едет в командировку. Соответственно, параллельно с этим я сделала приказ направления в командировку и командировочное задание, то есть написала, что он должен сделать. При этом обращала ваше внимание на том, что именно как командировочное удостоверение у нас документ сейчас уже не используется, но, тем не менее, некоторые все равно продолжат его использовать для того, чтобы, ну, скажем так, систематизировать какую-то оплату, какую-то конкретную работу, которую затрагивало, которую затрагивает командировочное удостоверение. Если говорить про печатную форму, то у меня, как вы видите, через меню «Печатная форма» все доступны мне документы, то есть и приказ направления в командировку, и само командировочное удостоверение унифицированной формы Т-10, которое сейчас уже не обязательно для применения, и само служебное задание, которое делается к приказу о направлении в командировку, ну и, соответственно, расчет среднего заработка, и дополнительно, то есть это все печатные формы, а заполняю я документ командировки создания. Значит, используется или нет дополнительная оплата? Да, я пишу, что используется, и в моем случае это будет 3 сентября, он у нас уезжает и возвращается в 6-го, то есть за полностью весь период командировки ему еще дополнительная оплата предусмотрена. Значит, здесь у меня расчет командировки, если я оставлю в целом документ, то я в этом документе уже делаю полностью расчет. Если у меня, например, затрагивается конец месяца, то есть переходный период, например, уехал в начале одного месяца, а приехал в другом месяце, то я поставлю, естественно, уже переходящий период и рассчитать командировку с авансом или с зарплатой, то есть я, соответственно, могу поставить этот выбор, но я помню, что термин аванс уже не проверяется, уже не применяется, но выбрать такой вариант я могу. Как вы видите, у меня сразу происходит начисление, исходя из ставки, которая установлена для этого сотрудника, то есть я вижу уже сразу начисление. И выплаты, которые я должна сделать по командировке, я могу выбирать, здесь у меня возможность выплатить с авансом, выплатить в межрасчетный период или окончательный расчет выплаты с зарплатой. Я выберу в межрасчетный период, потому что я должна выдать денежные средства до начала командировки, а это, соответственно, может не совпадать с периодом выплаты, который у меня зафиксирован в положении в оплате труда. Поэтому я ставлю в межрасчетный период, и программа мне сама считает, когда по законодательству я должна рассчитаться с человеком, то есть по окончании трех дней после возвращения с командировки, у меня будет 12 число, поэтому у меня программа ставит планируемая дата выплат 12 число, ну и, соответственно, я могу, конечно, на сегодняшнее число поставить, но, тем не менее, программа с меня эту головную боль сняла, и я могу спокойно использовать предложенную дату. Теперь, у меня здесь есть еще один такой пункт, вид времени. То есть это вид времени, которое будет указано в табеле, и, соответственно, в табеле будет проставлен вид времени К. Но если я хочу, например, конкретизировать, то я могу выбрать. По умолчанию у меня есть выбор, как вы видите, здесь используются сокращения, которые применяются для табеля, и, соответственно, поскольку они все спектрограммы, вот такая черточка с точкой, то это созданные виды рабочего времени через конфигуратор, то есть в централизованном порядке. Если я какую-то добавлю в свою запись, то, соответственно, я использую кнопочку создать, и у меня будет пиктограммка уже только черточка, без точки, то есть то, что без точки, это мое конкретное творчество. Но мы не будем сейчас тут сильно изгаляться, то есть использование рабочего времени. У меня стоит К, командировка, я его и выберу. По умолчанию оно у меня самостоятельно выбирается, и я вижу вот такое вот поле, как мы с вами посмотрели. Теперь закладочка начислена. У меня сразу отражается расчет, который я вижу, итог этого расчета на закладочке главное. И, соответственно, здесь у меня отражается начисление стажа, и на закладочке дополнительно отражаются бухгалтерские проводки, которые у меня соответствуют этому виду начисления. И здесь я отмечаю, то есть если у меня командировка по территории России, то я помню, что у меня включается необлагаемый лимит 700 рублей. А если я хочу задать тебе какую-то другую страну, ну, например, Польша, то в этом случае у меня будет действовать уже лимит 2500 рублей, и, соответственно, если я его выбираю, у меня уже будет другой алгоритм начисления. Обязательно выбираю организацию, к которой я отправляю человека. Ну, соответственно, если я направляю в какую-то конкретную организацию, я указываю эту организацию, а если я его отправляю просто в поле, например, искать деловых клиентов, то я не буду заполнять это поле. И за счет средств принимающей стороны или за счет средств предприятия. То есть у меня здесь нету такой расшифровки, я могу создать за счет принимающей стороны. принимающей стороны. То есть, в общем-то, я записала, выбрала. То есть, при направлении человека в командировку я практически всю информацию ввела, и при формировании печатных форм смотрю, проверяю, все ли у меня заполнено. И вот тут проявляется моя добросовестность, потому что если я заполнила справочники все, корректно внесла информацию и о сотрудниках, и о собственном предприятии, то у меня здесь заполнены все строки, все поля. То есть, все как надо. А если я схалтурила и что-то не заполнила, то, соответственно, у меня будут пустые поля, которые мне надлежат ручками скорректировать, то есть, использовать вот эту пиктограммку, разрешить или запретить ручное редактирование, и уже, соответственно, если я отменяю запрет на редактирование, то в данном поле, ну, или вот в данном поле, я уже ручками пишу то, что мне необходимо, и то, что я пропустила при первоначальных заполнениях. Как мы видим, командировка это приказ о направлении в командировку. Служебное задание, которое человек получил, даже если оно не сформулировано конкретно, то должно быть распечатано, и работник должен здесь расписаться о том, что он ознакомлен с тем, что он должен выполнять во время этой поездки, и какие сроки ему выделены на исполнение поручения. И, соответственно, здесь у нас указан срок длительности этой командировки, и если эти сроки нарушены, то нужно с человека взять пояснение, почему. То есть, например, если это поездка на собственном транспорте, например, были очереди на границе. Естественно, в этом случае предприятие смотрит, оплачивается или не оплачивается нарушение сроков, и если человек написал, что а не хотелось возвращаться, то, естественно, это уже не экономически обоснованная причина и уже может быть не оплачена. Повторяю еще раз, при зарубежной командировке сроки командировки берутся на основании записей, которые сделаны в паспорте, то есть штамп таможни о пересечении границы. Значит, это у нас будет фиксация времени нахождения за пределами Российской Федерации, а дни, которые потребовались, например, для проезда, уже будут днями по территории Российской Федерации, соответственно, к ним уже будут применяться другие нормативы. Так, значит, еще я хотела про служебное задание мы поговорили, и можно вот такую вот использовать печатную форму, то есть где видно расчет среднего заработка, то есть исходя из какого расчета мы оплачиваем человеку на нахождение в командировке. То есть вот таким вот образом. После того, как мы создали конкретный документ, вот мы его провести и закрыть. Вот, а почему же я его не вижу? То есть я вот здесь вот не вижу, что у меня этот документ уже создан, потому что у меня установлен период несоответствующий, допустим, вот так вот, и организация, которая, то есть я поставила по конкретному своему юридическому лицу, а у меня он, например, ездил по другому, работает в другом юрлице, то есть видите, здесь филиал указан, а я выбирала головную организацию. То есть вот мы с вами попадаем в меню, когда используем меню командировки, мы попадаем с вами в общий журнал командировок и, естественно, выбираем нужное. Так, еще раз вернемся к нашим слайдикам и вот такой слайдик, который, в общем-то, вот командировка, начисление командировки, который мы с вами делали, иллюстрирует, как через меню настройки мы с вами попадали в начисление командировки и выбирали вот флажок начисления либо межрасчетный период, либо первая половина месяца, ну, то есть выбирали нужное значение. Почему именно начисление конкретно командировка и почему мы уделяем, скажем так, особое внимание именно командировке за границу. как я уже сказала, у нас были изменения, которые коснулись налогообложения НДФЛ, и, соответственно, эти изменения коснулись и суточных, но при разъездном характере работы и вахтового метра, поскольку при этих расчетах применялся немножко другой законодательный алгоритм, то есть при разъездном характере работы и при вахтовом методе работы суточные не ограничивались, то есть не было лимита 700 рублей или 2000 рублей, 2500 рублей, а мы могли в локальном нормативном акте установить любой размер и, соответственно, если у нас человек ехал, например, в командировку, например, водитель дальнобойщик, то есть это у него был разъездный характер работы, он пересекал соответственно границу, то есть имел все необходимые отметки в паспорте о том, что он находился в заграничной командировке и по локальному акту, что он утвержден на предприятии, он знал, что ему оплачиваются суточные в размере, например, 5000 рублей и эти все затраты входят в состав затрат, то теперь в этом случае ему может быть оплачено те же, например, 5000 рублей суточных, но не облагаются налогом только 2500, остальная сумма должна быть обложена подоходным налогом, подоходный налог должен быть удержан и, соответственно, за счет предприятия 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 начислены взносы, которые в обычном порядке начисляются на заработную плату и уже получается совсем другой экономический эффект, то есть ужесточились требования к подоходным налогам. и тут еще у нас с вами задействовано то, что необходимо подавать уведомление о начислении подоходного налога два раза в месяц. И в этом случае у нас с вами действует вот такое же постановление на законодательное требование, что если у нас подоходный налог, мы являемся налоговыми агентами по отношению к сотруднику и соответственно не позднее 25 числа текущего месяца предоставляем одно уведомление за первую половину месяца с первого по 22 и до третьего месяца до третьего числа следующего месяца за период с 23 по конец месяца и соответственно но если это декабрь то как вы видите на экране это немножко другие сроки то есть у нас изменились компенсационные выплаты соответственно мы должны пересчитывать и командировочные расходы с этим связаны я смотрю у нас тут появились какие-то сообщения но к сожалению это не вопросы по теме вебинара это вопросы к администратору мы на него отвечать не будем сейчас я еще вам покажу слайдик который иллюстрирует именно изменение лимитов компенсационных выплат это чисто чтобы зрительно могли у кого зрительная память развита посмотреть вот на это на размеры компенсационных выплат и соответственно еще мы с вами немножко должны уделить внимание такому такой формулировке то есть мы говорили с вами что суточные естественно изменены и у нас теперь действуют лимиты до 700 рублей до 2,5 тысяч но у нас в практике встречаются и суточные и командировочные то есть за суточные человек не должен отчитываться то есть работник который направляется в командировку не отчитывается за начисленные суммы то есть суточные а вот командировочные то есть это средства которые у нас идут на оплату каких-то услуг которые возникают в командировках то есть за проживание за парковку автомобиля за мобильную связь за какие-то дополнительные за дополнительные расходы вот в этом случае человек должен обязательно предоставлять отчетность и соответственно это могут быть и билеты и квитанции и например если это был проезд по платным дорогам то это могут быть данные электронных отчетов которые сопровождают проезд например по таким дорогам то есть это компенсационные выплаты которые в полном объеме компенсируются и включаются в состав затрат то есть командировочные компенсируются полностью требуют отчетов от сотрудников и отчетов обязательно на родном языке то есть если мы едем в какие-то западные не обязательно западные какие-то иностранные государства то в этом случае мы к чекам прикладываем переводы и только после этого бухгалтер может принять эти документы к расходу и здесь делаю обязательное отступление если можно так сказать то есть чеки которые у нас приложены к командировочным расходам подтверждающие командировочные расходы у нас должны иметь перевод и расчет делается по дате которая указана на дату предоставления отчета то есть если представлен документ например за гостиницу за проживание например в сентябре на второе число то в этом случае если на второе число был представлен документ то я могу принять к отчету сумму которую я взяла при формировании курса на дату авансового отчета еще один момент который мне хотелось показать это настройки которые мы делаем в кадровом учете и здесь у нас возможность использовать табельные номера наших сотрудников когда мы направляем их в отчет то есть в отчет извините в командировку то есть это мы задаем на первичных настройках когда мы с вами ходили в раздел настройки и мы выбирали заработная плата а если мы выберем раздел кадрового учета то соответственно если мы проставим вот такие отметочки то в этом случае у нас работа с сотрудниками будет немножко более систематизирована потому что кроме фамилии имя и отчества у нас программа будет проверять уникальность табельных номеров сотрудников то есть это дополнительный как бы инструмент контроля но на практике он иногда доставляет дополнительные проблемы если сотрудник например уволился а потом снова принят на работу ну и собственно говоря сейчас мы снова переключимся на нашу конфигурацию у нас уже с вами заканчивается время значит здесь это мы сейчас с вами закроем закроем начисление и поговорим вот о чем то есть у нас кроме того что мы работаем с начислениями по конкретным документам у нас с вами есть еще отчеты которые мы можем вывести кроме регламентированных отчетов которые при создаются в налоговые органы в соцфонд например у нас есть отчеты по зарплате можем такие вот отчеты сформировать и соответственно здесь нам что важно при работе с командировочными начислениями то есть если мы расчетные ведомости и расчетные листки за первую половину месяца и за вторую половину месяца формируем соответственно здесь мы с вами можем два отчета нам будут интересны то есть табель учета рабочего времени в нем командировки должны быть сейчас мы сделаем вот таким образом я в сентябре делала командировку значит я за сентябрь например вывожу табель значит в этом случае у меня табель формируется вот так сотрудники все вот сформировать то есть у меня формируется табель как отчет по документам которые я внесла и мы можем посмотреть что здесь у меня используется буквенное обозначение естественно тех работников которые я которых я направляла в командировку или например они по каким-то другим были например на больничном листе или в отпуске и так далее то есть используются буквенное обозначение рабочих периодов то есть мы с вами смотрели что командировка обозначается буквкой К а табель учета рабочего времени формируется в виде готового отчета то есть мне не надо его заполнять но при желании я конечно могу зайти и исправить его в ручном режиме то есть это отменяю запрет редактирования и уже формирую его в рабочем режиме так к сожалению у нас время уже закончилось мы с вами выходим обратно в наши слайдики и я хочу еще раз подняться к нашему титульному листу чтобы напомнить вам наши контактные данные наши телефоны телеграм контакты адрес нашего сайта и компания Кодерлен благодарит вас за уделенное время за внимание и мы надеемся на дополнительное взаимовыгодное сотрудничество на обратную связь будем вам крайне благодарны на этом разрешите закончить нашу встречу всего доброго хорошего дня удача 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 блокно пыли шеф удача оси ю Продолжение следует...